Приветствую вас, друзья! Мы продолжаем наши беседы с Андреем Дударевым. Андрей, приветствую вас! Здравствуйте! Мы уже с вами много о чём поговорили, даже затронули апокалипсис Иоанна Богослова. О чём мы сегодня с вами пообщаемся? Ну да, в прошлый раз мы говорили об откровении Иоанна Богослова и рассматривали это откровение в свете иудео-христианского диалога. О том, какие новые смыслы может иудео-христианский диалог внести в это рассмотрение. А сегодня мне хотелось бы поговорить о такой теме, как мессионизм. О понятии мессионизма, о мессианских концепциях, об эволюции мессионизма и о том, как эти концепции могут быть изменены в XX веке. Дело в том, что само понятие мессионизма связано с Священным Писанием. В Библии народ Израиля предстаёт перед нами как народ, имеющий мессианское призвание, то есть как мессианский народ Божий. Израиль – избранный народ Божий, через который Бог так или иначе в истории творит историю. И этот народ, соответственно, живёт вот таким мессианским ожиданием. В Новом Завете мы узнаём о том, что помимо древнего библейского Израиля появляется новый мессианский народ – Божий Церковь. И оба этих народа в дальнейшем находятся в непростом взаимодействии. И в Церкви со временем появилась концепция замещения. Согласно конторой, Новый Израиль, Церковь заместила прежний Израиль – синагогу. И со временем вот эта концепция замещения, она дальше стала эволюционировать. Эта концепция, она уже в Церкви стала использоваться таким образом, что Церковь стала как бы по отношению к самой себя, стала тоже вот использовать эту парадигму вытеснения. То есть спасение мыслилось как такое эксклюзивное событие, связанное с принадлежностью к какой-то общности мессианской. Это может быть вероисповедание, это может быть конфессия, это может быть монастырь, община. Еще что-то. Такой эксклюзивизм определенный. Да, и вот этот эксклюзивизм, он порождает отношение к тем, кто вне своей общности, порождает вот такое отношение вытеснения. То есть спасаемся только мы, а остальные, соответственно, погибают. Эти остальные могут быть еретиками, отступниками, как-то еще быть названы. Но вот эта концепция, которая получила начало именно в концепции замещения, когда Церковь как бы вытеснила Израиль, она стала потом дальше в Церкви работать. То есть получается, что в Церкви было очень много общностей, которые претендовали вот на такой эксклюзивизм. И поэтому, когда в дальнейшем происходили религиозные войны, эти войны часто имели под спудно вот такое обоснование, что мы истинная Церковь, мы обладаем истинной верой, с нами истинный Бог, и поэтому вот мы должны победить. Такая монополия на истину. Монополия на истину, совершенно верно. И догматическое сознание этому способствовало, и конфессиализм, возникший впоследствии, этому способствовал. Вот так продолжалось, наверное, до XVIII-XIX веков. В XVIII-XIX веках на сцену вышел секуляризм, который предложил вместо вероисповеданий объединять людей по принципу принадлежности к нациям. К нациям, как таким воображаемым сообществом. При этом, конечно, суть миссионизма изменилась, но осталась форма. То есть миссионизм по-прежнему стал существовать, но вот только в таком секулярном как бы виде. И нации по-прежнему друг с другом конкурировали, друг с другом воевали. При этом у наций были, как правило, какие-то положительные моменты. Они должны были нести некий свет, некую положительную направленность. Например, Англия и Франция связывались с просвещением. Допустим, Америка заявляла, что это царство свободы, новая земля обетованная. Допустим, Германия, германский национализм, он в том числе базировался на том, что мы, немцы, чистый народ, чистота нации, какая-то уникальность нации присутствовала в советском обществе. Был предложен новый концепт такой супернации, где торжествовали бы идеи справедливости, равенства, интернационализма, братства и так далее. Это было порождено еще французской революцией. Да, да, но в Советском Союзе там это все тоже было, конечно, какие-то идеи переняты и так далее. То есть вот эти нации, они пришли на смену вероисповеданиям. Если вероисповедания были связаны с религией, то нации были связаны с секуляризмом. Вот, и Григорий Соломонович Померанц, он отмечает, что когда появляется идея нации, возникает вопрос границ нации. Потому что где заканчивается моя нация? То ли нация моя только в пределах моего государства, то ли какая-то часть нации за пределами государства. Ее, соответственно, надо освободить. И появляется как бы дополнительное основание к войнам. Поэтому мы знаем, что вот 20 век – это век, в общем-то, двух мировых войн. И, к сожалению, в 20 веке люди не нашли способа, как вот этим военным конфликтам противостоять. Вот. Что происходит во второй половине 20 века? Во второй половине 20 века заканчивается самая большая, самая трагическая война в истории человечества, Вторая мировая война. И люди начинают пытаться выработать новые принципы сосуществования на каких-то новых началах. Ну, во-первых, возвращается на историческую сцену первый народ Божий – Израиль, который вроде бы уже списали со счета. А вдруг он неожиданно появляется, и вновь возникает государство Израиль, вновь возникает первый народ Божий. Соответственно, вот эта мессианская концепция, которая основана на концепции замещения, она начинает трещать по швам. Что происходит еще? В Европе люди пытаются построить общество на новых основаниях без военного сосуществования. Когда формулируется принцип нерушимости границ, принцип не столько единства по принадлежности к нации, сколько по принципу разделения ценностей. Ценности прав и свобод личности, ценности демократической сменяемости властей, ценности рыночной экономики и так далее. И вот этот принцип, как выяснилось, в общем-то, довольно удачно работает. В Европе, в общем-то, крупных войн практически не было. Ну, если не считать каких-то мелких конфликтов, которых мы знаем. В принципе, удается эту ситуацию как-то удерживать. И поэтому уже сейчас есть все основания сформулировать некую новую мессианскую концепцию. Если раньше мы говорили о том, что вот этот мессианизм эволюционировал, менялась суть эволюционизма, но оставалась неизменная форма. Форма эксклюзивизма. Когда был только один избранный народ, все остальные враги, и значит, нужно вот эту истину в том или ином виде отстаивать. Сейчас можно вспомнить евангельские слова, в которых говорится, что дух дышит, где хочет. Это значит, что можно предложить такую концепцию, что вместо одного народа Божьего может существовать несколько народов Божьих. И эти народы Божьи могут взыскивать Божье присутствие. Это значит, что они могут опознавать друг друга как не враги, а как участники некого единого общего мессианского процесса. И эта концепция, она вселяет в нас определенную надежду, предлагает нам такой вариант, что не только у нас истина. Мы не должны отказываться от нашей религии, нашего веросповедания, нашей общины, нашего монастыря, там, не знаю, прихода церкви, если это речь идет о, допустим, протестантизме. Но мы можем также опознавать действия Божьи где-то еще. И отказаться от концепции эксклюзивизма и перейти к концепции инклюзивности. Когда мы эту самую истину, не мы владеем истиной, а истина владеет нами. Мы опять возвращаемся к вашей диалогу. Да. И здесь, конечно, первостепенное значение имеет диалог. И он становится возможным. Если раньше диалог, понимаете, если мы придерживаемся правил, принципов эксклюзивизма, диалог в принципе невозможен. Возможно только миссия. Мы пришли вас научить. Мы пришли вас просветить. Вы истиной не владеете, истиной владеем мы. Поэтому мы вас сейчас научим. Это вот как бы принцип такой первородства. И вот если от этой концепции отказаться и перейти к концепции инклюзивизма или дополнительности, мы можем действительно участвовать в диалоге. Мы владеем истиной, и вы владеете истиной, и истина владеет нами. И благодаря этому мы можем взаимодействовать. И здесь можно вспомнить о том, что вот есть как бы такой принцип мира и принцип войны. И принцип войны, он связан с диктаторскими режимами. Как говорил Лев Николаевич Толстой, причина войны заключается в деспотизме. Вот. И поэтому, если государства научились жить без деспотизма, они в принципе могут продолжить жить и в мирном таком сосуществовании. Здесь, конечно же, Священное Писание нам напоминает о том, что вот говорят мир и безопасность в послании фессалоникийцам апостола Павла. Но вдруг откуда ни возьмись придет пагуба. И, конечно же, вот Писание нам говорит о том, что нужно аккуратнее относиться к таким вот надеждам. Потому что надежды могут быть ошибочными. Здесь есть просто тонкая грань, наверное, не четкая, но скорее тонкая грань между какими-то политическими, геополитическими, социальными процессами, историческими процессами и духовным миром, и духовной реальностью. Опять-таки, если мы возвращаемся к тому, что проповедовал Христос, Он же говорил, царство мое не от мира сего. Он себя не ставил в один ряд с остальными правителями в этом мире. То есть, Он говорил о себе как о другом царе, другого порядка. Да, это несомненно, конечно. О царстве Божьем, как о таком над остальными царствами. Да, да, да. Царство Божие, прежде всего, конечно, духовная реальность. Абсолютно. Но я хотел здесь подчеркнуть то, что принцип мира, он опирается на принцип свободы, на принцип свободного сосуществования. Почему империя не может долго существовать? Потому что люди, находящиеся в вассальной зависимости, всегда недовольны. Они всегда поднимают движение за национальное освобождение. Поэтому долгий принцип сосуществования мирного может быть только тогда, когда это свободное сосуществование, когда это свободный выбор людей. И вот сейчас в Европе мы такое наблюдаем, что это свободное объединение людей, а не какое-то имперское. Но такая ситуация, конечно, не во всем мире. Такая ситуация пока в небольшой части общества. Но, тем не менее, это дает нам некую надежду. Вот. И я еще хотел сказать, что можно в этой связи вспомнить те пророчества, о которых мы говорили раньше, пророчества Исаия и Еремия, и предложить некий теологумен того, как вот они могут исполняться в современной жизни. Мы говорили о том, что Еремия пророчествует о том, что вот наступит время, когда Израиль будет жить безопасно. И это время, как мы знаем, не наступало вплоть до второй половины XX века. До сих пор его, в принципе, нет, нельзя сказать. Да, нельзя сказать. Точно так же Исаия говорит, что вот сменят они мечи на оралы, перестанут учиться воевать. И тоже этого еще не произошло. А современные события нам говорят, что и не надеетесь, и вообще, может быть, не произойдет. Но, тем не менее, вот в этих двух пророчествах как бы мы увидим такую некую внутреннюю связь. Израиль может быть спасен тогда, когда спасаются окружающие народы. Именно через возможность мирного сосуществования Израиль может жить безопасно. Иначе никогда он не может гарантировать такую вот жизнь. В любом случае, та или иная империя сможет его завоевать, и, в общем-то, вся безопасность закончится. А с другой стороны, в опоре на Израиль другие народы могут чувствовать исток своего единства. То, о чем мы говорили, что мессианская концепция, она как бы вот разные народы Божьи в общении с Израилем могут обрести такой целостности и полноту. Через приобщение к Израилю остальные народы Божьи тоже приобщаются вот как бы к полноте своего бытия. Когда ни одна из религиозных общностей не вытесняет другую. Когда они находятся именно в диалоге, в мирном, взаимовыгодном общении. Вот. И это нам дает, как бы, сама история нам дает основание так говорить. Именно исторические процессы попытка размышления над этим историческим процессом. И мы, как люди Библии, как теологи, можем сказать здесь свое слово политикам. Можем попытаться обратить их внимание на священную историю, которая продолжается на священное писание, в котором все эти смыслы уже нам явлены. И мы можем как бы к ним возвращаться, восходить, углубляться в эти смыслы и пытаться предложить новое прочтение. Пытаться сказать о том, что сейчас в мире все-таки есть новая надежда, новое какое-то слово Божье. И можно к нему обращаться. Спасибо большое, Андрей. Очень интересно то, о чем вы размышляете. Я думаю, что человечеству все-таки предстоит сделать какой-то серьезный скачок, не знаю, может быть, квантовый скачок внутреннего преображения, изменения, изменения сознания, мышления в отношении сосуществования друг с другом, народа с народом, человека с человеком. И это, безусловно, затрагивает все сферы бытия. Это затрагивает и внутреннюю жизнь каждого отдельно взятого на этой планете. Это затрагивает жизнь государств, цивилизаций. Если мы говорим о нашей западной цивилизации, то, как вы верно заметили, уже какие-то процессы мы начинаем нащупывать, что есть какой-то другой путь сосуществования. Но совершенно очевидно, что диалог это то самое средство, через которое человечество способно прийти в эпоху вот этого мессианского торжества. Божьей благодати, если можно так выразиться. Да, мы все с вами участвуем в мессианском процессе. Конечно, есть трудности, есть ошибки, есть какие-то неверные ходы. Но я надеюсь, что за 2000 лет человечество все-таки многому научилось. Согласна. Спасибо вам большое, друзья. Спасибо. Давайте каждый будем делать свой вклад на пути к нашему общему будущему в царстве, грядущем царстве Божьем. До встречи. До свидания.